Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы «Регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Противодействие нелегальному производству и обороту алкоголя. Глава Анапы принял участие в заседании межведомственной комиссии под председательством губернатора. Самый лучший детский отдых – безопасный. Городские власти еще раз напомнили об этом руководителям здравниц. Летнюю оздоровительную кампанию 2014 обсудили на межведомственной комиссии. Нелегальным таксистам лучше выйти из тени. В этот курортный сезон нарушителей правил пассажирских перевозок ждут нелегкие времена. В Анапе стартовало первенство России по пляжному гандболу. Противодействие нелегальному производству и обороту алкоголя – тема заседания Краевой межведомственной комиссии, которую провел в Краснодаре губернатор Александр Ткачев. В совещании принял участие глава Анапы Сергей Сергеев. Это обычный продуктовый магазин в Арваровке. Алкоголь на любой вкус в бутылках, бочках и тетропакетах. Информация о том, что здесь торгуют суррогатом, поступила от жителей села. Предприниматель организовал продажу фальсифицированного алкоголя на разлив. Была проведена контрольная закупка, после чего сотрудники полиции и специалисты управления торговли администрацией потребовали у продавца предъявить документы на проданный коньяк. Естественно, никакой разрешительной документации в магазине не оказалось. По итогам рейда были составлены протоколы. Изъято 280 литров фальсификата. Мест, где продают фальсификат под маркой «Вина Кубани» в крае сотни, если не тысячи. Суррогат льется рекой, особенно на Азово-Черноморском побережье в разгар курортного сезона. Войну фальсификату в регионе объявили в прошлом году, и первые результаты уже есть. Но и проблем еще остается немало. О них и говорил на совещании губернатор. Александр Ткачев собрал своих заместителей, крывых, министров, глав городов, курортов и силовиков. Мэр Анапы Сергей Сергеев также принял участие в этой работе. В последние годы, надо сказать, нам удалось выстроить достаточно эффективную систему контроля качества. Только в 2013 году из оборота было изъято 844 тысячи литров алкоголя непонятного производства. Активнее всего эта работа велась в Анапе, где суррогатом торговали чуть ли не с каждого подвала. Такие же рейды проходили в Лежике, в Сочи, в Тюбрике. Но, к сожалению, даже несмотря на проделанную работу, в прошлом году в крае от отравления суррогатным алкоголем погибли 179 человек. Думайте эту цифру. Поэтому я считаю, нам нужно еще раз активизировать работу с нелегальным алкоголем на уровне муниципалитета, особенно на курортах. Мы прекрасно понимаем, больше 10 миллионов отдыхающих. И, конечно, все пытаются сосредоточить свои ресурсы, продавать некачественную продукцию именно там. Чуть ли не половина продаваемого алкоголя на Кубани – это контрафакт, говорят эксперты. В каждом втором магазине не соблюдают санитарные правила, а в каждом пятом нарушают законодательство. На продукции зачастую нет документов и лицензий на продажу алкоголя. В регион суррогат попадает в основном из республик Северного Кавказа и Подмосковья. Борьба с нелицензированным алкоголем в Анапе не останавливается ни на день. За четыре месяца этого года из незаконного оборота было изъято почти 3000 литров суррогата. Полное взаимодействие есть. У нас организованы и с первого числа уже будут работать 11 групп. Работа ведется под моим личным контролем. И привлекаемый казачество для этой работы. Работает телефон горячей линии. С 1 июня мобильные группы будут выходить в рейды ежедневно. Кроме того, на постоянной основе в Анапе проводится работа по мониторингу предприятий. Срок действия лицензий которых истекает. Предпринимателям оказывают помощь в подготовке пакета документов. У краевых властей вполне понятная стратегия борьбы с нелегальным алкоголем. Регион намерен вновь выйти с инициативы увеличить штрафы за продажу суррогата до 2 миллионов рублей. Причем независимо от того, кто торгует – магазин или частное лицо. Специалистам Роспотребнадзора предлагают брать больше пропа алкоголя на экспертизу. В разных торговых точках, не только крупных. А со своей стороны власти обещают устранить бюрократические препоны для получения лицензии для тех предпринимателей, кто может гарантировать качество крепких напитков и вина. С инициативой готовы выйти руководители территории. Я бы просил, Александр Николаевич, в решение внести такое предложение, чтобы суды более оперативно рассматривали вопрос конфискации. Именно не изъятие, а вопрос конфискации. Пусть будет штраф 2,5 тысячи, но если мы изымаем тонну из торговой точки, то, конечно, самое страшное для продавца, хозяина – это конфискация. Это вот как раз та сумма, на которую он будет наказан, и, соответственно, он понесет материальный ущерб. Местных производителей в крае сегодня тоже достаточно. Кубанское вино – бренд, известный во всем мире, и всегда отличалось качеством. Это одно из главных конкурентных преимуществ. И важно сохранить репутацию региона, где производят качественную продукцию из настоящего винограда. Поэтому суррогату на Кубани, уверены краевые и городские власти, уж точно не место. Глава курорта провел заседание Межведомственной комиссии по организации и проведению детской летней оздоровительной кампании 2014 года. Главной темой обсуждения стала готовность здравницы Анапы обеспечить безопасный отдых детей. Глава курорта принял участие в работе Межведомственной комиссии по организации и проведению детской летней оздоровительной кампании 2014 года. Главной темой обсуждения стала готовность здравницы Анапы обеспечить безопасный отдых детей. Наверное, очень символично, что в этот раз оно прошло в корпоративном центре оздоровления Сибур-Юг. Это предприятие может служить ярким примером того, как эффективно и рационально можно использовать имеющиеся средства для создания комфортных условий летом для детей, а с осени для взрослых отдыхающих. Перед началом совещания директор Сибур-Юг Дмитрий Ребрин провел главу курорта Сергея Сергеева по территории центра. Сергей Павлович отметил «достойный уровень организации детского отдыха. О таком классе комфорта для детей можно только мечтать». Центр оздоровления и в самом деле впечатляет. Здесь все от номерного фонда до пляжа и медицинского центра. Спортивных и игровых площадок сделано с уважением к своим отдыхающим. Территория пляжа огорожена, имеет свою спасательную станцию, на пляже современный душ, туалет, охраняемые входы и выходы. Одним словом, тема для начала совещания уже назрела из этой небольшой экскурсии. И поэтому глава города, открывая заседание, заметил, что у хорошего руководителя, а это очень бросается в глаза на территории центра Сибур-Юг, во всем будет порядок. Очевидно, Дмитрий Сергеевич лично вникает во все. Именно руководитель и несет ответственность за все, что происходит в период летнего отдыха на подведомственной территории. Общий анализ ситуации по готовности детских оздоровительных лагерей к началу летнего сезона сделала заместитель глава города по социальным вопросам Людмила Мурашова. И в своем выступлении она продолжила поднятую главой города тему, отметив, что нашлись такие руководители здравниц, которые объясняют, что закрывают свои предприятия по причине ужесточившихся требований к содержанию материально-технической базы. Но разве в организации безопасного летнего детского отдыха может быть по-другому? Начальник территориального отделения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Лариса Медведева подчеркнула, что изменилось в санитарных правилах и правилах перевозки детей автобусами. Обратила внимание на недопустимость того, чтобы работу отдельные детские здравницы начинали без санитарных книжек. Медицинские работники «Жемчужины России» допустили сотрудников индивидуального предпринимателя Папандопола к приготовлению пищи для детей без санитарных книжек. Обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие на весь сезон можно, соблюдая требования. Начальник отдела надзорной деятельности города Анапа МЧС по Краснодарскому краю Александр Гузенко отметил, что штрафы за нарушения выросли до полумиллиона рублей. Дешевле будет не допускать нарушений в технической документации и неукоснительно выполнять требования пожарной безопасности. Заместитель начальника Государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД города-курорта Анапа Алексей Говоров отметил, что с 22 июня вступают в силу серьезные изменения в правилах перевозок детей автобусами. Теперь для перевозки детей автобус должен быть не старше 10 лет со времени его выпуска. Заместитель начальника отдела МВД по городу-курорту Анапа Андрей Раб доложил, с 15 апреля по 30 сентября идет операция «Курорт». В этом году значительно увеличилось количество прикомандированных сотрудников. Всего 233 человека, и ежедневно на дежурство будут выходить 130 сотрудников. Он рассказал на примере прошлого года, как действенны видеокамеры. Благодаря информации с них были задержаны серьезные преступники. В связи с тем, что 29 охранных предприятий на территории курорта будут охранять детские здравницы, он рассказал о требованиях к их работе. О том, что большая часть руководителей здравниц не прошла обучения по линии гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, доложил в своем докладе заместитель главы города Алексей Харитонов. Из 44 здравниц только в 12 руководители отнеслись к этой работе серьезно. Не прошедшие обучения руководители не смогут принять квалифицированные действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Заместитель главы города рассказал о важности паспорта безопасности и необходимости планов ликвидации чрезвычайных ситуаций. Анапский межрайонный прокурор Максим Злобин подвел итог к совещанию, заметив, что в деле организации безопасного отдыха детей компромиссов быть не может. Работа эта не предполагает больших денежных поступлений, но все обязаны выполнять ее достойно. Ведь дети – наше все. И в продолжение темы подготовки к летнему сезону. Серые таксисты, бомбилы и пираты – как только не называют нарушителей правил пассажирских перевозок. В канун открытия курортного сезона на Совете предпринимателей состоялся разговор о том, как уменьшить количество желающих работать под черным флагом. Руководители фирм «Такси» пригласили на совет по малому и среднему предпринимательству под председательством главы муниципального образования и убедительно рекомендовали выйти из тени и перевести свою работу в соответствие с законом. Если кто-то думает, что мы пойдем назад и наше совещание сегодня проводим для галочки, еще раз подчеркиваю, я был инициатором, никто меня не заставлял проводить это сегодняшнее мероприятие. И проводится оно не для галочки. Я буду считать, что сегодня мы делаем первый шаг. Еще раз повторяю, есть специфика в каждом виде бизнеса, в том числе и в том, о котором мы сейчас говорим. Ситуация, можно сказать, неуправляемая. Давайте наводить порядок. Это лицо нашего города-курорта. Комплекс мер уже разработан, причем к решению проблемы власти подойдут с разных сторон. Для легальных фирм такси будут созданы все условия для комфортной работы в городе. Мэр Анаппе озвучил одну из идей, которые в ближайшее время воплотят в жизнь. Организуют постоянные места стоянки легковых такси. Предварительно на курорте их будет 21, причем право на долгосрочную аренду таких мест определяют через аукцион. Выиграв торги, фирма такси сможет оборудовать парковку с установкой отличительных знаков предприятия и не пропускать к ней нелегалов. Это удобно для жителей и гостей курорта. Люди будут знать постоянные места парковки, легальных и безопасных такси. Тем, кто будет работать согласно действующему законодательству, в моем лице будет оказана всяческая поддержка. Всяческая. Те, кто решил приехать сюда из Майкопа, из Белореченска, из Краснодара, не буду перечислять, из Ставропольского края, из Карачао-Черкесии, с 09 регионом, срубить капусты летом, я думаю, их ждут тяжелые времена. Бомбил в городе будут нещадно бомбить проверками и штрафами. По поручению главы в Анапе созданы мобильные группы с участием сотрудников администрации, налоговой инспекции и ГИБДД. И проводить проверки они будут чаще. Ежедневный тотальный контроль за ситуацией на дорогах курорта приведет к порядку в сфере пассажирских перевозок. Один только запрет передвижения по полосе А и по Пионерскому проспекту – серьезный удар по нелегальному бизнесу. Своё мнение на совещании высказал командир роты ДПС Анапы Александр Смирнов. Необходимо также пресечь бардак, который творится сегодня на авто- и железнодорожном вокзалах Анапы. Вот сегодня мы говорили по работе. У нас сегодня есть фирма, которая там беребаться. Но от какой ценой навозит такси, мы не знаем. И поэтому сегодня нужно, как там, конкурс, не конкурс, официально запускать нашу туда. Чтобы там еще не вот эти таксисты, которых хватает за рак, а еще была какая-то конкуренция. То же самое на железнодорожном вокзале. Нужно обязательно делать стоянки, чтобы были указаны. Правильно вы сказали. Все, если не дадут фирмы, не дадут фирмы, если они платят деньги, не дадут они там, никому стоять. Еще один важный момент – разъяснительная работа с жителями, гостями Анапы и с водителями такси. Не все перевозчики знают, что разрешение на осуществление деятельности в сфере таксомоторных перевозок стоит 3000 рублей. Другое дело – суммы штрафов, которые грозят нелегалам. Пассажирам стоит запомнить услуги «Бомбил» – это дорого и небезопасно. Ни технического осмотра автомобиля, ни медицинского освидетельствования водителя, ни страховки. Ничего из гарантий безопасной комфортной поездки. И новости спорта в завершении выпуска. В Анапе стартовало первенство России по пляжному гандболу. В поселке Витязево на площадках спортивного центра пляжного волейбола сойдутся юноши и девушки 1996-1997 годов рождения. На церемонии открытия соревнований представили участников, приехавших из разных городов России. Всего 12 команд, 4 юношеских и 8 команд девушек. Вам придется играть в июле на первенство Европы. Среди юношей 1996 года. Хочу пожелать вам там выступить хорошо. Ну и здесь кто сильнее должен победить. И из вас будет составлена сборная России на чемпионат Европы. Первенство России по пляжному гандболу завершится 24 мая. Команды-призеры наградят кубками и дипломами. А победители соревнований из возрастной группы 1997-1999 годов рождения встретятся на первенстве, которое пройдет в Таганроге в конце июня. Это все новости на сегодня. О том, какой будет погода завтра, расскажем прямо сейчас. Партнер прогноза погоды аптека «Апрель». Теперь аптека работает и на улице Заводской, 28. Этой весной приходите в «Апрель». Оптичная сеть «Апрель» отмечает день рождения. Весь месяц скидки, подарки и призы. Только у нас и только в мае. Купи одну упаковку «Редуксинлад» и получи вторую в подарок. «Апрель» всегда рядом. Телефон единой справочной службы 8 800 290 01. В пятницу 23 мая в Анапе будет солнечно. Температура воздуха в дневные часы 19-21, ночью до плюс 17 градусов по Цельсию. Ветер переменный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 18 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333.